У нас страна огромная, и вот буквально мы и с командой, и с коллегами сейчас за несколько дней объехали. Буквально небольшие расстояния в масштабах страны, но 8-часовые, 9-часовые переезды показали, что уже резко меняется, и климат резко меняется, растительность. Видно, что буквально вчера еще в Курске мы были, за один день пока шли по полю, несколько спускался дождь, потом солнышко, прохлада, долгий налев. Здесь прямо жарко, сухое лето, и более суровые условия перезимовки. Поэтому здесь у нас все стремительно. Поэтому вроде бы вчера еще была суровейшая зима, и потом короткое лето за один день может перейти в жаркое, сухое лето. Соответственно, жизнь стремительно проходит, и жизнь растений, и, как говорится, пшеницы, та же стихий поэта, и жить торопится, и чувствует, спешит. И получается так и есть. Тут тоже надо, вроде бы вчера мы еще боролись с морозом, пытались выжить, и в то же время вот уже летние солнечные лучи, и растения должны максимально быстро саккумулировать, максимально быстро накопить все вот это, провести фотосинтез, максимально быстро налить колос. Поэтому здесь очень важна аттракция. Здесь очень важно, чтобы растение не красовалось, не нежилось в лучах солнца, а работало безостановочно, каждую секунду, чтобы дать будущим поколениям, своим детям, возможность в следующем году прорасти и дать новую жизнь. Поэтому здесь очень важно, как говорится, действительно, чтобы растения были достаточно скороспелые, но при этом они были неподвержены невзгодам, могли противодействовать засухе, суховею, полиганию, потому что тут также могут быть и ливневые дожди, стремительные, с сумасшедшими ветрами, они должны быть устойчивыми полиганию. Поэтому, ну, как пример я могу привести, ну, тоже был в Калмыкии, мы сейчас, наверное, уже сусликов забыли, но мне показывали, интересное животное, которое полтора месяца там кушает чего-то, чем-то занимается, а потом 10 месяцев спит. Но эти полтора месяца оно должно успеть всю свою жизнь наполнить, как говорится, содержанием, чтобы потом нормально поспать. У нас растения, они вот живут эти полтора-два месяца летние, весенние, так интенсивно, чтобы потом дать запас энергии будущим детям, которые уже осенью будут сходить и потом будут формировать новый урожай. И потом это все пережить и дальше продолжать эту жизнь. Поэтому эти наши бескрайные степные просторы, как видите, суслики, как видите, вот степная жизнь, когда раскрывается вот этими тюльпанами весенними, а потом безжизненная, это выжженная степь, пустыня. Так и, в принципе, злаки повторяют эту судьбу. Они вроде бы огнем зеленым сначала восходят, потом загораются желтым листом, желтым колосом золотым, и потом уже, как говорится, желтая, выжженная степь, лучи солнца, все выгоревшее, вроде безжизненно, но уже семена сформировались, они ждут своего осеннего дождя, чтобы опять зайти, чтобы опять повторить цикл жизненный, опять жизнь возродилась, новость снова. Александр Кович, ну это больше лирика. А если взять практику, посмотреть на пшеницу, которая растет на поле, какими чертами она должна обладать, чтобы доказать свою выживаемость в этих условиях? Лист, размер колоса, спелость, хрущение. Значит, здесь, как правило, будут доминировать, и сейчас уже доминируют мелкоколосовые формы, ксероморфные, мелкоклеточные, потому что они и более устойчивы и к зимним стрессам, потому что, что такое зимостойкость? Это, как правило, сопротивление замерзанию и разрыву межклеточных стенок, потому что крупная клетка, крупное растение с крупными листьями, там, как говорится, может образоваться кристалл льда, который своими острыми краями разорвет это растение, и потом оно погибает. А, естественно, мелкоклеточные формы, узколистные, они имеют мелкие клеточки, там концентрация клеточного сока более высокая, и, соответственно, этот клеточный сок не замерзает даже в суровые морозы, и растение противодействует морозу. Потом это также помогает ему противодействовать и засухе, потому что оно лучше сохраняет воду, экономнее ее расходует, соответственно, но при этом эта мелкоклеточная должна сопровождаться достаточно быстрыми жизненными процессами, именно чтобы и перекачка воды с корнями шла очень хорошо, чтобы фотосидес шел очень хорошо, и чтобы все запасные питательные вещества, накапливающиеся в листьях, сразу же максимально быстро перекачивались в зерно, потому что жизнь скоротечна, и растение, как никто, это чувствует, и поэтому вроде бы даже потом может выпасть дождь, который, может быть, позволил бы дальше вегетировать и фотосинтезировать, но скороспелое растение этого дождя уже не ждет, и оно ему не верит, потому что это редкое явление, и оно должно готово сформировать новое зерно, новый урожай даже в самых экстремальных условиях ежегодно. Поэтому такие признаки. Лист должен быть узкий, лист должен экономить влагу, он должен быть ксероморфный. Вот вы видите, сейчас если присмотреться, листочек сворачивается в трубочку, чтобы максимально уменьшить поверхность испарения. Соответственно, чем меньше он, чем он спрячется от солнца, чем он, как говорится, постарается не перегреться, чтобы максимально, как говорится, в жаркий период сэкономить влагу, а как только опустится ночная прохлада, ночь, то он максимально постарается растение из почвы поднять оставшуюся влагу, чтобы наполнить эти растения жизнедеятельной силой, и дальше продолжать свои процессы. Поэтому растение здесь должно быть ксероморфно, должно быть засухоустойчиво, чем-то напоминать кактус. Потому что и мы сейчас ставим сорта, которые внешне уже начинают напоминать кактус, у которых листья как иголочки, листья, у которых фотосинтез, у которых накопление всего органики происходит за счет стебля, за счет колоса, а листочек уже является, конечно, важной ролью, но уже не такой главенствующей. И это позволяет ему экономить влагу, и защищаться от перегревания, и быть, как говорится, более урожайным в таких экстремальных условиях. Для юга на высоком агрофоне советуете низкорослые сорта, да? Да, да. Здесь имеет ли значение рослость растения, укущение его? Ну, ковыльи вы видите, или в степях сейчас начали опять появляться, я никогда ковылей полтора метра не видел. Поэтому и наши сегодняшние сорта пшеницы тоже становятся похожи на ковыли. Они низенькие такие, узенькие, густенькие, пушистенькие, поэтому высота в конечном счете, это, конечно, необходимая биомасса. С этой биомассой будет накапливаться потом крахмал и белок, без биомассы никуда. Но биомасса это также поверхность, которая должна потом охлаждаться, и поверхность испарения. Это, как говорится, фитиль у свечи, фитиль у фильтра, который должен испарять огромное количество влаги. Поэтому чем меньше высота растения, чем тем, как говорится, меньше нужно будет воды, чтобы его охладить. Поэтому современные сорта, которые должны быть не только устойчивы к полигаме, из-за того, что много там удобрения, но и современные сорта, они должны быть еще жаростойкими, засухоустойчивыми, а большую биомассу гораздо тяжелее охлаждать, и поэтому современные сорта низкорослые. Как говорится, современные яблони, современные сливы, там, плодовые, они не должны стремиться высотой с дубами и ясенями. Сейчас посмотрите современные сады, как они загущаются, какие они низкорослые. И современные сорта пшеницы такие же. Получается, сейчас уже есть коллекционные образцы, старые образцы, которые выше человеческого родства. Но сейчас они интересны больше для производства сена. Для производства зерна сейчас полукарликовые сорта, они более экономно расходуют влагу, питательные вещества и в конечном счете более урожайны.